Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Екатерина Стихина, и вы смотрите новости на канале ИнстаФорекс.ТВ. Активность участников валютного рынка, работающих с российским рублем, сегодня заметно снизилась. После активного наращивания сделок на покупку рубля, уже сегодня котировка консолидируется вблизи достигнутых минимумов. После продолжительного ралли рубль достиг 11-месячного максимума в паре с американской валютой. График располагается в непосредственной близости от уровня поддержки на отметке 62.20. Очевидно, именно здесь трейдеры останутся, вплоть до публикации данных с рынка труда США. Инвесторов интересует показатель с изменением занятых в несельскохозяйственном секторе и расчетом темпа роста средней заработной платы в США. Именно эта информация, по версии валютных стратегов, сможет определить дальнейшее отношение рынка к рискованным активам. К слову, эксперты Credit Suisse отмечают в качестве одного из самого привлекательного инструмента для инвестиций именно российский рубль. Несмотря на недавнее удорожание рубля, экономисты прогнозируют сохранение позитивной динамики для валюты РФ. Собственно, на стороне рубля и рост цен на нефть. Сегодня котировка на нефтяную смесь марки Brent, добываемой в акватории Северного моря, вновь пытается пробить уровень сопротивления на отметке 52 доллара за баррель. Сил быкам придала информация о продолжающемся сокращении запасов в американских нефтехранилищах. Согласно отчету Министерства энергетики, за прошлую неделю запасы сырой нефти в Соединенных Штатах снова сократились на 2 млн 976 тыс. баррелей. Рынки не ожидали очередного сокращения и пессимистично ждали роста запасов на 1 млн 750 тыс. баррелей. Опасения трейдеров вполне объяснимы, ведь подъем цен на нефть делает целесообразным процесс наращивания буровой активности на территории Соединенных Штатов и наращивания объемов добычи сланцевой нефти. До момента официального подписания соглашения о заморозке добычи нефти участники нефтяного рынка будут проявлять осторожность, учитывая проблему переизбытка углеводорода. Кроме неопределенности дальнейшего движения цены на нефтяном рынке, в качестве угрозы дальнейшему укреплению рубля служит усиление внешней политической напряженности России западными странами.